В музейно-выставочном комплексе завершилась выставка «Экология сознания». Мои коллеги побывали на закрытии и успели приобщиться к современному искусству. Для Натальи провинция это не первая выставка на тему экологии. В качестве материала она использует осколки зеркал. Её беспокоит загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами. Наталья убеждена, начинать нужно с себя. Здесь раскрыта тема не только экологии как таковой, но и взаимосвязи с сознанием человека, как человек, его внутреннее состояние влияет на окружающую нас природу, как его проблемы внутренние, нерешённые, создают проблемы во внешнем мире и влияют в конечном итоге на мироздание. На выставке представлена работа люберецкой художницы Екатерины Волошиной. Она работает в технике «Масляная живопись». С декабря 2020 года является членом Международной академии современного искусства, а в этом году окончила Московскую академию арт-терапии, что отразилось в её картинах. В нашей жизни очень много сейчас информации, буквально она везде вокруг. То есть мы всё время там с планшетами, телефонами, с телевизорами, компьютерами. Мы забываем о том, кто мы такие. То есть, да, мы перестаём чувствовать, а наше ли это желание. В экспозиции «Экология сознания» участвовали художники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода. Завершил выставку «Экологический перформанс». Эта перформанс отражает связь природы и космоса. Он заставляет человека немного задуматься о своей роли в мироздании, о том, насколько человек случайен на самом деле в космосе. Экологические проблемы нашли отклик в работах современных художников. Через их творчество удастся донести важность сохранения окружающей среды. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Игорь Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...